На сегодняшний день МФЦ оказывает более 140 услуг, среди которых государственные, региональные и муниципальные. С каждым месяцем количество обращений в многофункциональный центр возрастает. В октябре это уже 12 тысяч услуг, я имею в виду общее количество услуг, да, не по направлениям. И вот уже за 15 дней, сегодняшнего ноября, у нас уже 8,5 тысяч услуг. То есть мы действительно набираем оборот, мы становимся полезными. Преобладают, конечно, услуги Росреестра и Кадастра. Второй уровень у нас услуг, который сегодня очень сильно востребован. Третий, даже я скажу, это региональные услуги, услуги соцзащиты. Уже 29 переданы нам на исполнение. Поэтому все, что связано с пособиями по многодетным семьям, пособиями на ребенка, материнские капиталы, это пенсионный фонд. То есть, поверьте, география наших сегодняшних услуг достаточно многогранна. Все услуги, которые предоставляет МФЦ на сегодняшний день, бесплатные. Совсем скоро в здании центра можно будет оплачивать коммунальные услуги. С 1 октября в состав штата МФЦ переведены сотрудники паспортного стола. Теперь специалисты по данному направлению работают каждый день, кроме воскресенья, с 8 утра до 8 вечера. В центре мои документы ведут прием сотрудники администрации. У нас сегодня заместители, руководители администрации ежедневно ведут прием в МФЦ с 5 до 6 часов вечера по графику. И сотрудники МФЦ тоже оказывают консультационные услуги. Это тоже есть у них в полномочиях. Мы эту работу будем продолжать. И задача такая, чтобы администрация будет исполнять только то, что написано, на какую услугу подана заявка. Подана услуга на оформление земельного участка. Собран пакет документов через МФЦ, передали в администрацию. А дальше они уже занимаются всеми необходимыми документами, межеванием, все действия, которые необходимо предпринять для оказания этой услуги. И, значит, когда услуга уже оказана, передают в МФЦ, то есть там, где заявитель хотел ее получить. В планах центра мои документы ведение новых услуг, таких как оформление страховых полисов, загранпаспортов. Рассматривается вопрос о создании удаленного рабочего места при роддоме.